Итак, господа, у нас вышло новое обновление в BloxFruits, наконец-то! Сколько же я его ждал! Сейчас я вам скажу, что за обнова, что нам нужно сделать и так далее, и так далее. Итак, обнова интересная, она посвящена, так скажем, 10 миллиардов или 10 миллионов заходов, или, короче, очень много чего-то там зашло, я особо-то и не помню. И теперь, ребята, мы можем на халяву получить геймпассы, мы можем бесплатно получить геймпассы, мы можем бесплатно получить фрукты, по-моему, бесплатно можем получить двойной опыт, короче, много всего, и это очень круто, сейчас покажу, как это все можно сделать. Итак, мы находимся сейчас во второй мере, давайте мы, наверное, с вами переместимся, хотя мы уже здесь, давайте тут оставим, потом. Сначала во втором мере покажу, потом в первом. В третьем то же самое, не переживайте, я еще, правда, туда не добрался. Короче, в каждом, так скажем, хабе нашем, где мы появляемся, появляется, так скажем, новый NPC, который нам кое-что готов подарить, раздать и так далее. Сейчас мы двигаемся с вами в, так скажем, в нашу локацию, в наш хаб, который у нас находится за вот этой стеной, давай быстрее. Короче, взял себе веном, значит, я доволен, фрукт прикольный, качаться с ним одно удовольствие, но летает он капец как долго, поэтому я думаю, наверное, расу Минк сделаю, чтобы быстрее быть, чтобы более мобильным использовать, так скажем, свои способности. Итак, мы уже пришли, и значит, что здесь мы видим? Во-первых, мы видим, что у нас здесь все украшено, посмотрите, какая красота, сегодня праздник, да. И чем нас благодарят разработчики? Все очень просто, в каждом этом у нас стоит такой вот интересный NPC, который у нас типа пати-шоп, да, то есть праздничный магазин. Что это означает? Кстати, очень громко, господи, давайте я вырублю. Что это означает? Это означает, ребята, что, нажав на него, вы попадаете в магазин. Да, и посмотрите, что тут можно взять. Здесь можно взять двойной XP, здесь можно деньги получить, здесь можно много денег получить, здесь можно фрукты даже получить бесплатно. Ребята, как это делается? Вы должны собрать конфетти, и за конфетти вы можете что-то покупать. Посмотрите, двойной XP на 30 минут стоит 50 конфетти. Как собирать эти конфетти? Очень просто. Сейчас вам покажу. Видите, я первый раз зашел в игру, еще ничего не делал специально, чтобы это все проверить. Сейчас вам покажу, как нужно их искать. Во-первых, обратите внимание, что я создал свой клан, если вы хотите в него вступать, то вступайте. Если что, да, вот на стриме мы будем играть, я в клан кого-нибудь попрошу заходить. Вот, капитан слэш, слэш, типа, шу-шу, такая вот штука, короче. Посмотрите, какая ава прикольная. Вот, итак, как собирать? Здесь зависит от того, какой у вас уровень. Если у вас открыт только первый уровень, первое море, вы только в первом море можете фармить конфеты. Если второй, значит второй. То есть мне не получится пойти в первый мир и пофармить эти конфеты. Ну, практически. Я вам сейчас покажу, как это все делать. Во-первых, чтобы собрать конфеты, вы должны собирать сундучки, по-моему, или что-то в этом роде. Да, мы должны собирать сундуки, и нам за сундуки должны давать. Но, по-моему, сундуки работают только в третьем мире. Короче, там вообще все очень сложно, и как бы разрабы особо мало инфы выпустили, не особо понятно. Но вы можете разговаривать с NPC, у которых есть шапочки такие праздничные. Вот он, видите, стоит шапочки. И разговаривая с ним, вы получаете, видите, конфетти. Две конфетти я получил. То есть вы ищете NPC, которые у нас с такими вот шапочками, и мы можем получить конфетти бесплатно. Сейчас вы увидите, как они выглядят. Вот так вот. То есть те, кто в третьем мире, вам вообще легко, вы можете собирать только сундуки. Вот. И такая вот интересная вещь. Сколько вот я собрал? Давайте сейчас посмотрим. Я собрал две штуки, как видите. С сундуков почему-то не падает. Я не знаю, почему они так сделали. Видимо, для тех, кто прокачался до третьего мира, они прям, ребята, очень серьезные. Вот. Возвращаемся, значит, в первый мир. В третьем вы можете получать за сундуки, напоминаю. То есть вы можете бегать, собирать сундуки и получать вот эти вот конфетти. То есть очень круто, очень удобно. Жаль, я не успел докачаться. Вот. Для всех остальных вы ищете NPC, которые находятся у нас в такой шапке. Их очень легко найти. Любой, который вы увидите, вы можете спокойно, спокойно с ним как-то болтать, с ним что-то делать. Вообще проблем никаких не возникнет у вас. Хотя, вот, я не знаю, я смогу тп-шнуться. Куда я сейчас тп-шнуться? Надеюсь, мы не сюда сейчас тп-шнемся. А ну-ка. Отлично. Вот. Давайте сейчас тут посмотрим. Вот, смотрите. Есть у нас бот-дилер, тоже у нас с шапочкой. То есть мы разговариваем с ним и получаем 5 конфетти. 5 штук. Очень классно. Давайте еще поищем. Вот у нас здесь еще один есть. Такс. А ну-ка. Вот. Две получили. Прекрасно. То есть их очень легко нафармить. Вот, смотрите, их тут целых 3. То есть тут можно нормально так конфетти собирать. Еще 3. Прекрасно. Так, этот у нас не разговаривает. Вот у нас фрут-дилер тоже. И все. Сколько мы уже заработали? Это 12 штук, получается, да? Или сколько? Где у нас написано-то? 14 штук. То есть 14 штук я уже собрал. Так же сам я отправляюсь. То есть можно по локациям бегать у любых NPC, смотреть, где что. Либо давайте вот сейчас отправимся в Первое море. Я покажу вам, где в Первом море находится NPC, у которого можно купить эти штуки конфетти. Ну, точнее, вещи за конфетти. И покажу несколько, так скажем, NPC, которые могут вам дать немного конфетти. Вот. Вот сразу, смотрите, Home Point у нас, по-моему, всегда дает конфетти. То есть, видите, я в Первом мире спокойно бегу, собираю. Никаких проблем у меня нет. Вот. Видите, раз, два. То есть очень много можно просто собрав по NPC. Главное, что по локациям вам нужно бегать. Если у вас есть фрукт двери, это вообще прекрасно. Вы кайфуете. Вам можно не заморачиваться с этим. Просто по локациям телепортируйтесь. Ходите, собирайте их. Вообще не впаду. Смотрите, целую кучу можно собрать. И вот это вот тоже давайте заберем. Так. Потому что награды реально очень классные. Если вы сейчас прокачиваетесь, я вам рекомендую покупать XP. Я, правда, не знаю. Можно по несколько раз купить. Типа, если можно по несколько раз XP купить, это вообще офигенно. Но я не знаю, применяется ли оно сразу после покупки. Либо ты его через инвентарь должен делать. Вот этого я не знаю. Не проверял. Вот, смотрите. Мы приходим сейчас у нас на Бидл Таун. Мы находимся здесь. Разговариваем с товарищами вот здесь в шапочках интересных. Так. Поговорили. Собирали конфетти. Так, сколько у меня уже штук? Давайте сейчас посмотрим. У меня уже 34. То есть вообще на изи. А там цена, по-моему, минимально 25 бывает иногда. Поэтому вообще классно. Вот у нас еще один NPC стоит тоже с шапочкой. Тоже мы с ним разговариваем. И получаем конфетти. Очень классная вещь. Мне очень нравится. Так. Тут у нас, смотрите, пати-шоп. Вот он у нас находится. Это тот пати-шоп в первом мире. Где вы можете как раз таки обменять. Смотрите. За 20 этих мы можем пособирать. И есть одна интересная особенность. Ребята, обратите внимание. Что если у вас наберется 100 конфетти, то вы больше их не сможете получать. То есть лимит в час вы можете зарабатывать 100 конфетти. То есть за 3 часа вы зарабатываете 300 конфетти. То есть нельзя их бесконечно собирать и так далее. Плюс ко всему, магазин вот этот, он обновляется каждый, по-моему, час. И тут написано, что магазин обновится через 16 минут. Вот. И тут пишет еще, что нам остается 63 конфетти для того, чтобы полностью забить наш лимит. Поэтому мы должны заходить и собирать эти конфетти. Это сделано специально для того, чтобы мы не гриндели прям жестко. Типа, знаете, не зашли, не насобирали там 5 миллионов конфетти. Плюс есть еще читеры в игре, которые тоже могут это сделать и так далее. А вот у нас, по-моему, еще наверху. Вот кто-то где-то был, блин. Вот найти бы его. Вот у нас вроде еще здесь есть NPC, которые нам, да, смотрите, вот у нас NPC, которые нам тоже дают конфетти. А как еще вы можете собирать? Вы можете спокойно, по-моему, хопить сервер. То есть вы после того, как обчистили все локации. Хотя зачастую этого достаточно. То есть вам в любом случае нужно будет выходить из игры, потом опять перезаходить. То есть вы можете менять сервера, конечно, если вам впадло бегать по локациям и кайфанете по полной программе. Но если вы уже поговорили, с NPC, видите, уже не дает. То есть вам нужно поменять сервер. Таким образом вы соберете все конфетти. И что касается наград, давайте посмотрим. Магазины везде, по-моему, одинаковые и обновляются во всех мирах сразу. Так, смотрите, да. Вот у нас такие вот награды. У нас сейчас DOR, что очень круто. Далее у нас есть SMOKE фрукт. И вот у нас три фрукта прям есть на халяву. Но самое для меня классное, это то, что на 30 минут бесплатно можно получить прокачку. И можно наконец-то быстро-быстро прокачаться. Это вообще классно. Ивент будет доступен неделю. То есть у вас есть неделя, чтобы собрать все, что вы хотите. И в таком случае вы будете кайфовать и все будет просто замечательно. Вот так вот, ребята. И меня вот убил какой-то араб. Ну ничего, я тебя запомню. Я тебя запомню, говно. Понял?